Бессмертный полк Акция «Бессмертный полк России» на территории Рязанской области стала уже традиционной и проводится у нас на территории города Рязани в третий раз, вообще по области проводится в четвертый раз. Раньше она у нас называлась «Парад победителей», как мы все хорошо знаем, но акция росла, развивалась в различных регионах, она под различными названиями проходила. Вообще идея создания акции пришла в голову Геннадия Иванова, журналисту из Тюмени, поэтому мы переняли эстафету в 2013 году и с названием «Парад победителей» у нас проходила. В 2015 году, когда был большой праздник, большой юбилей, 70-летие победы в Великой Отечественной войне, к этой акции было приковано очень большое внимание. И в составе шествия «Бессмертный полк России» в городе Москва прошел сам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. То есть мы поддержали, мы были поддержаны со стороны самой высокой, со стороны главы государства. И, естественно, общественные организации осознавали уже на тот период времени о том, что надо как-то объединяться, объединять свои усилия, потому что шествие везде проводится в похожем формате, отличается исключительно только от названия. Так как в Москве она проводилась под названием «Бессмертный полк России», мы решили то, что, ну не мы конкретно решили, а те люди, которые этим занимались и организовывали в субъектах, они приняли решение о создании общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». Рязанская область, разумеется, вошла в соорганизатора этого движения, и наше региональное отделение было создано в октябре прошлого года. Руководителям штаба выбрали меня, очень почетная и ответственная должность на самом деле. Ну и теперь наши граждане нашего региона смогут почувствовать себя действительно частью большой единой страны и проходить в составе «Бессмертного полка России». Работа по подготовке шла в течение всего текущего года или все-таки она ближе к своему празднику начинается более активно? Ну конкретно по шествию у нас работа ведется в течение всего года в части технического сопровождения, потому что сайт продолжает работу в течение всего года. А непосредственно уже подготовка к прохождению по улицам города, она началась у нас где-то в феврале ориентировочно, даже чуть-чуть раньше. Сформирован был первоначальный план. В этом году у нас увеличение, скажем так, объемов акции, расширение ее. Мы проходим не только до площади Ленина, но идем до Соборной площади. На Соборной площади в Кремлевском сквере, в Кремлевском парке будет проходить массовые народные гуляния, которыми тоже как бы те участники шествия, которые пройдут весь маршрут «Бессмертного полка», смогут в них принять участие. Поэтому подготовка большая, масштабная. В этом году, я могу сказать, в два раза больше, потому что не только шествия, как я сказал уже, но еще и народные гуляния в Кремлевском сквере. По количеству участников сможешь сориентировать? Конечно. В прошлом году у нас приняло участие, планировали мы вообще, что придет около 10 тысяч человек, но пришло порядка 20 тысяч человек. Это те, кто принимали участие в шествии. То есть не считая тех, кто присутствовал, просто пришли поддержать, скажем так, участников, стояли они за ограждением. Но вообще по территории области принимали участие в шествии порядка 70 тысяч человек. Во всех муниципальных, во всех 29 муниципальных образованиях она у нас прошла, эта акция. И всего в совокупности в подготовке и проведении акции приняли участие порядка 100 тысяч человек. В этом году у нас зарегистрировано на сайте было более 30 тысяч человек, но это с учетом тех, кто принимал уже участие в прошлые годы. Вообще на само шествие мы планируем увидеть, ну никак не меньше, чем в прошлом году. Возможно, скорее всего, даже будет больше. Потому что информационная поддержка очень хорошая. Спасибо конкретно вам, вашим коллегам, средствам массовой информации, которые нас поддерживают и рассказывают про это. И нам, конечно, стало проще это освещать, потому что и федеральные ресурсы точно так же освещают бессмертный полк как раз. Поэтому у нас количество обращений граждан растет. Вот в течение этой недели заметно увеличилось количество звонков, поступающих на горячие линии, поступающих нам как организаторам акции. Люди интересуются. За вчерашний день на сайт было подано порядка тысячи заявок на регистрацию. Непосредственно в шествии люди могут приходить, те, у кого есть портреты. Разумеется, это необязательным условием является регистрация на сайте. Просто хотелось бы тоже зафиксировать и донести до людей осознание того, что акция не заключается исключительно в прохождении по городу. А это еще и большая работа предварительная, предварительная работа в семьях самих. То есть сама суть акции, она не столько в массовом выражении, а сколько в той эмоциональной окраске, которую она приобретает. А приобретает именно благодаря тому, что молодые люди, и не только молодые люди, взрослые люди, многие узнав об акции, начинают искать фотографии в архивах. Потому что все знают то, что родственники участвовали в Великой Отечественной войне. А фотографии этих родственников, там, прадедушек, прабабушек, они зачастую у нас забываются, хранятся где-то на дальних полках. То есть эта акция, она призвана еще поднять семейный архив. Человек находит фотографию, оцифровывает ее, обрабатывает, выкладывает соответствующим образом на сайт, выгружает. И там сталкивается еще с одной трудностью, которая для него может быть действительно серьезной. Потому что там надо рассказать про своего героя. Поэтому это тоже стимулирует к изучению истории своей семьи. И, соответственно, те молодые люди, там, школьники, учащиеся в школах, студенты, они стараются лично узнать там у своих родителей, у бабушек и дедушек про этого героя, про своего, который у них есть в семье. И поэтому информация, которую они туда выкладывают, она действительно осознанная, она осмысленная. И они проводят большую работу. Поэтому, когда люди приходят, уже становятся как участники шествия, они понимают, кого они представляют на этом шествии. То, что действительно идут портреты героев, да, они пришли отдать дань уважения тем людям, которые многие расстались с жизнью во время Великой Отечественной войны для нашего мирного существования в современном мире. Многие после боевых действий уже погибли, как бы от своих естественных, там, да, умерли в силу возраста. Ну и, в принципе, эмоциональная краска акции, она очень сильная. Когда идешь в качестве участника, я проходил в качестве участника, в качестве волонтера, принимал участие в акции в первые годы, это очень чувствуется, вот это вот осознание всей серьезности этого момента. И действительно, даже когда там эти колонны начинают исполнять песни, то есть вот это единение народа, которое присутствует в рамках акции «Бессмертный полк России», это то, к чему мы стремимся как организаторы. То есть, чтобы люди действительно осознанно приходили и принимали участие осознанно. Ну, в принципе, все мероприятия, посвященные Дню Победы, они всегда очень трогательные, всегда кум в горле стоит. Здесь, мне кажется, просто по-особенному настолько, во-первых, это все массово, во-вторых, это действительно хочется углубиться в эту историю, это каждая человеческая судьба, это каждая прожитая жизнь. Действительно, очень эмоциональный момент, согласна. У нас планируется большой объем работы к концу этого года, к 75-й годовщине Победы под Москвой, в Битве под Москвой. Поэтому мы будем работать после того, как у нас закончится мероприятие, посвященный 9 мая. Мы начнем уже подготовку к памятным событиям 75-летия Победы в Битве под Москвой. Со школьниками мы работаем, к ним приходят ребята, общаются с ними, но даже работа у нас заключается в большей степени, наверное, в привлечении их к организации этого мероприятия, потому что волонтерами выступает очень много ребят-старшеклассников, которые входят в движение «Волонтеры Победы». Также недавно созданы, и мы с ним очень тесно сотрудничаем, тесно взаимодействуем с этим движением, с региональным руководителем нашим Олегом Гореликовым. Он также входит в штаб Бессмертного полка России, поэтому у нас с ним налажена коммуникация. И там действительно большую поддержку оказывают ребята. И когда они в своем возрасте начинают не только участвовать, проходить с портретами, узнавать в школе об акции, а сами принимать участие в организации, понимать, что на них лежит ответственность, это тоже очень хороший воспитательный момент. Но наши волонтеры, в принципе, в Рязанской области самые лучшие, что тут скрывать. На самом деле, на высоком уровне добровольческое движение у нас развито. И хочется отметить, но еще, наверное, мои коллеги будут говорить, и уже, может, кто-то говорил, отмечал, что в этом году мы оказываем даже поддержку в организации 6-й Бессмертный полк России в Москве. Будут направлены наши волонтеры в Рязанске, которые будут помогать организовывать нашим московским коллегам шествие. Поэтому это тоже признание и уважение нас как региона, и то, что мы действительно ценные подготовленные кадры можем предоставить. Это как раз те ребята-школьники, которые сейчас стали студентами, и до этого они участвовали многие в акциях в 2013, в 2014, в 2015 году. Мы действительно осознаем то, что мы нужны. Мы нужны и людям, мы нужны и региону. И это еще больше, опять же, накладывается на соответственность по качеству этого мероприятия. Мы надеемся, что людям будет приятно в нем принимать участие. С каждым годом мы стараемся как-то улучшить свою работу. Хочется пригласить всех наших горожан на шествие Бессмертный полк России на территории города Рязани. Сбор участников у нас начнется с 9 часов. Ориентировочно можно будет подойти к остановке улицы Вокзальная. Соответственно, там уже будут находиться волонтеры с табличками информации, которые вас доведут до того места, где будут формироваться организованные колонны. И в составе этих колонн уже выдвигаться в соборный парк для продолжения празднования 71-го годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо тебе большое. Огромное спасибо, что пришел к нам. Сейчас у тебя напряженный график, все-таки нашел время. Спасибо, что пригласили. Будем еще приглашать. Успешной работы. Мы благодарим вас за внимание. Увидимся совсем скоро. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»